Дорогие друзья, это канал Технобар Плюс и сегодня у нас распаковка моей новой колонки от компании Грюнхельм, а именно модель GW102G. Данную колонку я приобретал в магазине товаров из Китая и обошлась она мне всего лишь 5 долларов. Давайте распакуем и посмотрим, стоит ли она своих денег или нет. Друзья, по традиции, начнем с коробочки. Коробка у нас вот таких интересных цветок, правда помятая. Как вы можете видеть, как есть с магазина, все вам показываю сразу. Но я вам хочу сказать, что если довольно-таки плотно ее упаковать в какую-нибудь прозрачную пленочку, в принципе достаточно неплохо будет и на подарок вариант. Модель, как вы можете видеть, вот такая. Название компании Грюнхельм, 3 ватта. Тут, конечно, пишут, что гарантийный срок 1 год, но это не так. Срок ее, скажем так, на проверку 1 месяц дали, но тем не менее как есть. Итак, друзья, теперь по характеристикам. Напряжение 5 вольт, то есть она может заряжаться от любого USB источника. Здесь кабель, по идее, USB должен быть в комплекте. Bluetooth на минуточку версия 5.0, друзья, это уже настолько как бы достойно дешевой колонки, вот такая версия Bluetooth. Сейчас последняя версия Bluetooth, конечно, 5.2, но тем не менее 5.0 это стабильное Bluetooth соединение, это однозначно. Сопротивление ее 4 ома, мощность 3 ватта. Размер динамика 52 миллиметра. Емкость аккумулятора написана почему-то для наушников 300 миллиампер часов. Время работы 1,5 часа, время заряда 1 час. Поддержка карт памяти TransFlash USB. Присутствует AUX FM, но я так подозреваю, что все-таки FM здесь радио нет. Вот то, что флешка USB, карта памяти USB поддерживается, это да. Расстояние передачи 10 метров. Уже однозначно лайк, друзья. Кстати, лайк и подписочка, пока не забыли на мой канал и маленький комментарий с вас. Материал корпуса ABS пластик ткань. Цвет зеленый с черным, то есть комбинированный. Габарит ее 125 на 75 на 35 миллиметров. И вес 130 грамм всего лишь, друзья. Ну и комплектация. 130 грамм должна быть легенькая. Вот здесь перечислены основные ее, скажем так, требования. Как вы можете видеть, Bluetooth 5.0, FM плюс музыка. Ну, радио здесь встроенного нет, это я знаю точно. Микрофон еще встроенный, пишется, что здесь есть. То есть можно по беспроводной связи разговаривать. Входящий звонок можно отвечать. 300 миллиампер часов аккумулятор, слот под картой памяти, USB вход и AUX вход. Ну, давайте смотреть, друзья. Распаковываем. Да, сама колоночка. Пока ее откладываем в сторонку. И вот она инструкция. Кстати, инструкция, друзья. И, собственно, больше здесь ничего нет. Как вы можете видеть, это идет у нас микро-USB кабель. С USB на микро-USB. И что у нас здесь есть по инструкции. А по инструкции у нас здесь указано следующее. Ну, во-первых, триггер переключения. Разъем микро-USB. Ну и так далее. Давайте разбираться лучше методом тыка, как говорится. Инструкция. Сейчас посмотрим, насколько же здесь длинный кабель. В принципе, хорошо то, что, допустим, все те кабели, которые у вас есть где-то далеко в столе спрятаны, они подойдут сюда однозначно. Ну, что я вам хочу сказать, друзья. Кабель, как вы видите, вот такого плана. То есть, небольшая претензия есть по его, как бы, скажем так, сборке. Но, тем не менее, видите, все нормализовал. В принципе, есть даже от излома, как вы можете видеть, дополнительная защита, уплотнение. Кабель длиной где-то сантиметров, наверное, 20-25. Вот такие коннекторы. Здесь черненький микро-USB, здесь USB с белым, как вы можете видеть, друзья. И, что хочу сказать, кабель, конечно же, жестковат. Жестковат, но, тем не менее, чувствуется, что здесь, как бы, защита, по крайней мере, самой оплетки довольно-таки неплохая. Итак, теперь наша колонка. Как вы можете видеть, вот так она выглядит. Здесь кнопка Play-Pause, я так понимаю. Добавить звук. Звук долгой задержкой на плюсе это добавим на максимум. Долгой задержкой на минусе убавим звук. Здесь Mute, то бишь без звука режим. Что касается внешнего вида, опять же, название компании Grünhelm. Здесь у нас имеется, получается, 3-х ватный динамик. Можно, допустим, куда-то подвесить ее, либо на руке вот таким образом носить, чтобы она у вас, допустим, не выпала на палец, надели и все. Здесь характеристики этой колоночки все. Как вы можете видеть, кому интересно, ставим на паузу, читаем. Аукса здесь, друзья, нет, к сожалению. Поэтому информация не соответствует действительности. Что касается микрофона. Микрофон здесь, я так понимаю, вот он встроен все-таки. Для зарядки microUSB, как вы можете видеть. Флешечку TransFlash вставить, то бишь можно формата microSD. И USB флешки поддерживаются. Что еще нужно, друзья? Кстати, здесь, скорее всего, что это не микрофон, даже индикатор. Но будем сейчас разбираться. Давайте, что касается ее, опять же, веса, друзья. Колонка сама очень легкая, очень компактная. Тактильное ощущение приятное. В принципе, по сборке мелкие, как говорится, недочеты есть, друзья. Но 5 долларов, что же вы хотели? Это не 100 долларов колонка, которая стоит, я недавно в магазине видел, колонка Marshall. Так она стоит вообще около 200 баксов. Там, конечно, совсем другая история, но тем не менее. Вот так все выглядит, серебристым кнопочки. Кнопочки чувствуются, довольно-таки неплохо нажимаются. Но пока вы вот этот триггер переключения не включите из режима OFF в режим ON, ничего, собственно, не заработает. С левого боку ничего, с правого боку название компании Грюнхель. Здесь сеточка такая. Довольно-таки удобная колонка, пойти куда-то на природу, даже на каком-то празднике включить. Или просто, допустим, посидеть на море, послушать музыку. Единственное минус в том, что, конечно же, хотелось бы, чтобы был либо AUX, либо же, то есть, чтобы можно было через 3,5-мм джек, собственно, подключиться с телефона. Но нет, так нет, что же поделать. Теперь, друзья, подключать будем наш смартфон к ней. Так, подключаем. Вот так нас встречает. The Bluetooth device is ready to pal. Bluetooth device готов к подключению. Сейчас настроим Bluetooth. Как же она будет у нас выглядеть, добавить новое устройство. Вот, GW-102G. Так, подключаем. Так, подключили. Отлично. 50% заряда у нас здесь сейчас. Так. Ну, попробуем, допустим, ту же мелодию, которая у нас установлена на звонок. Кстати, друзья, на Pixel добавили рингтоны. Я что-то вот, честно говоря, не пойму. Играет и здесь, и здесь. Так. Это на все. Ну, вы знаете, неплохо. Присутствуют даже некоторые басы, что не может не радовать. Давайте поставим сейчас музыку без авторских прав и посмотрим, как она у нас будет сейчас здесь работать. Звучать. Пока звук мне очень даже нравится. Можно как себе купить, так и ребенку купить, в принципе. Так. Музыка без авторских прав. Ну, вот как-то так звучит. Музыка без авторских прав. Музыка без авторских прав. Да, вы знаете, друзья, звучит круче, чем на 5 баксов. Я вам сразу хочу отметить. То есть, звук чистый. Собственно, присутствуют даже некоторые басы. И это меня не может не радовать. Теперь, друзья, проверим на том, как играет с карты microSD. Для этого выключаем колонку. Вставляем нашу карточку вот таким образом. Для того, чтобы вставилась до конца, она должна немножко защелкнуться. Включаем. Включаем. Сейчас будет нормально. Так. Вот, задерживаем. Детские песни специально установил, потому что это колонка на подарок будет. Пауза. Плей. Без звука. Включаем звук. Дальше что? Хочет запускаться. Для того, чтобы, короче говоря, переключилась, лучше плей пауза пользоваться и плюс-минус. Сейчас, опять же, проверим на карточке памяти, как это все дело работает. Все нормально. Убавить. Нажимаем долгое зажатие. Убавляется звук. Ну, вы знаете, нижний предел по звуку меня полностью устраивает. Добавить. Зажимаем. Держим. Довольно-таки неплохо, вы знаете, друзья, как, на мой взгляд, играет колонка. В принципе, могу ее, друзья, однозначно рекомендовать. Опять же, колонка от компании Grunhelm. Как вы можете видеть, это, в принципе, производитель китайских товаров. Но довольно-таки качественный товар. Я вам хочу сказать, за свою стоимость это как бы must-have. Однозначно колонку рекомендую, друзья. Но это была распаковка и краткий тест колонки от компании Grunhelm. Модель GW102G. Кому понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся обязательно, друзья, на канал. Впереди очень много интересного еще нас ждет. Ну, а я, как обычно, на канале Technobar Plus всех обнял. ПОКАЛИВАНСКИЕ